Мысли вслух, точны и честны, мысли вслух о том, о сём, интересны мысли, если сказаны Малващуком. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Мы находимся возле театра Олега Табакова на Сухаревке. И как вы уже догадались, сейчас пойдём на спектакль. Спектакль называется «И никого не стало». Вы спросите меня, а какое отношение какой-то драматический спектакль имеет к рок-музыке? Отвечаю, он имеет к рок-музыке самое прямое и непосредственное отношение, так как должен поспособствовать сохранению и приумножению количества новых любителей рок-музыки, подписавшихся на наш канал. Каким образом он это сделает, опять спросите вы. Поясняю. Вот мы беспрерывно ходим по всяким рок-концертам, рок-выставкам и рок-путешествуем. А также беспрерывно поём вам всякие рок-н-роллы. То есть постоянно и всё глубже погружаем вас в рок-среду. Но некоторые товарищи, попавшие к нам на борт, вроде и любят рок-музыку, но не выдерживают скорости такого погружения. Поэтому спектакль – это небольшой перерыв в рок-погружении, чтобы не потерять ни уже убеждённых любителей рок-музыки, ни новообращённых. Чтобы они акклиматизировали, чтобы привели в равновесие своё внутреннее и наружное рок-давление. А тем товарищам, которые случайно попали к нам в водку, тем более нужен перерыв, чтобы принять взвешенное решение. Погружаться и дальше вместе с нами, или выныривать назад и сходить на берег. Вот для этого и нужен спектакль. Таково его рок-предназначение. И именно поэтому он имеет самое непосредственное отношение к рок-музыке. Я бы даже назвал его рок-спектакль. Любой спектакль у нас – это рок-спектакль. Но я вернусь к тем товарищам, которые думают, что им удастся соскочить с нашей лодки. Думаю, что надеются они совершенно напрасно. Скорее всего, они не слышали тот флотский анекдот про перекличку на подводной лодке. Когда людей призывают в армию или на флот, то новобранцам постоянно устраивают переклички, чтобы они не сбежали или не сделали с собой что-нибудь непотребное. И если кого-то во время переклички нет на месте, то немедленно начинаются его поиски. Так вот, на одну подводную лодку набрали новобранцев, и лодка ушла в море, погрузилась на заданную глубину и начала выполнение боевого задания. А переклички все равно проходят постоянно, потому что так положено по уставу. И вот в очередной раз старшина построил новичков в центральном проходе и проводит перекличку. Иванов, я! Петров, я! Никаноров, я! Сидоров! А вот тебе в молчании. Он громче. Сидоров! Опять в молчании. Он уже кричит, Сидоров! И тут замешкавшийся матрос отвечает, я! А куда ж ты делишься с подводной лодки? Так и у нас. Случайно попавшие на нашу рок-лодку товарищи уже никуда не денутся. Им хошь не хошь, а придется полюбить рок-музыку. И все, что с ней связано. Мы их уже заразили своей любовью к рок-н-роллу. А это западня по клещу подводной лодки. Так что, мальчики и девочки, держитесь. После передышки мы продолжим погружение. Но еще мы идем на этот спектакль потому, что мой знаменитый и небезызвестный вам режиссер и оператор, редактор и продюсер в одном лице, а по совместительству моя любимая подруга, очень любит детектива Агата Кристи. Это когда в одной комнате собираются серьезные люди и мучительно долго пытаются понять, кто кого убил, как и чем он это сделал, нахрена ему это было нужно и самое главное, когда успел. Вот она обожает такие увлекательные и интригующие расследования. А это как раз спектакль по пьесе Агаты Кристи. Написано ей уже по мотивам собственного романа «Десять негритят». Поэтому Волощук СД не смог отказать своему режиссеру и матери четверых его и детей с удовольствием посмотреть этот спектакль в постановке Владимира Машкова. Но я надеюсь, что и сам получу эстетическое удовольствие от просмотра спектакля. Так как, во-первых, Владимир Машков еще ни разу меня не огорчил как режиссер. А я уже посмотрел его три спектакля. «Матросская тишина», «Ночь в отеле» и «Номер 13». Во-вторых, в спектакле задействованы прекрасные актеры. Игорь Петров, Владислав Наумов, Сергей Угрюмов, Яна Секс-Т, Аня Чиповская, Евгений Владислав Миллер и другие. И в-третьих, декорации к спектаклю создал известный скульптор Александр Рукавичников. И еще и в-четвертых, костюмы для спектакля придумал и сделал наш знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин. Поэтому я почему-то надеюсь, что не разочаруюсь. Пойдемте смотреть спектакль, а после подведем итоги. Погнали! Я буду смотреть «Агату 30» 10 негритят. Помните, фильм даже был когда-то «10 негритят». Хочется посмотреть, а что ж Машков-то придумал? Что-то интересное, чтобы удивить нас этими 10 негритятами. А вот он и говорит, видите, это Владимир. Машков говорит. Он говорит, не снимайте намордники. Поэтому возле вас тут сидят ребята, которые наблюдают за вами. Он придет сидеть, а что делать? Я полз, я полз. Как насчет того, чтобы выпить, господа? Вот, хорошая мысль. Вам налить мисклой. О, нет, благодарю. А мы налем. Ваши чертовски жаль, что мы не знали друг от друга. Я бы вас подвез. Это было бы великолепно. Ну, конечно. Устались победы. Один поперкнулся и их осталось. Девять маленьких индейцев, поезд клевали носом. Один не смог проснуться. И осталось восемь. Восемь маленьких индейцев гулять ушли. И потом один не возвратился. Остались семеро. Семеро. Девечки, обед подруга. Уаааа. Ураа. Какое впечатление, простите, что вы просто пытаетесь привлечь внимание противоположного пола? То есть, по-вашему, я их привлекла. Это дело в этом. Девушка, которая намеренно привлекает внимание мужчин, недолго продержится на своем месте. Эдвард Армстронг. Вы повинны в смерти Луизы Клис. Уильям Блок. Вы виновны в смерти Джеймса Лендера. Никогда не встречала миссис Они. Я хотела получить работу, обратилась в секретарское агентство в Лондоне. Я безумие. Не сомневаюсь, нас пригласил сюда безумец. Возможно, даже опасный маньяк. Убийца. А-а-а-а! Законите! Он не работал, мы не могли вызвать врача. Я пошел за ним пешком, он пришел слишком холодно. Мы сделали для нее все, что могли сэр. Мы были ей очень преданы, нам каждый скажет. Однако после ее смерти вам перепало кое-что не так. Маместра ее оставила нам на свете. На признательность и заветную службу! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу поаплодировать всем актерам и особенно Владимиру Машкову. Не разочаровал. Я смотрю его четвертый спектакль и действительно классно. А еще, знаете, меня что удивило. Вы же помните, перед началом спектакля я сказал, ну как может быть интересным, какая-то там Агата Кристи и в этом замкнутом пространстве какой-то детектив в одной комнате. Оказывается, можно сделать и это классно. Просто потрясающая постановка. И для меня опять открытие некоторой актеры. Особенно мне понравилась Алена Лаптева, которая играла Эмили Брент. Мне понравился Евгений Миллер. С Владиславом Миллером я уже знаком по нескольким спектаклям. Ну а Евгений Миллер для меня было открытие. И поэтому еще мне понравился Игорь Петров, который играл Дворецкого. Тоже классно. Для меня вот открытие Алена Лаптева, Игорь Петров и Евгений Миллер. Ну что, сидим в машине. Еще раз подведу итог. Вы знаете, я заблуждался раньше очень сильно, оказывается. Я предвзято относился к вот этим детективам. Особенно детективам, которые события разворачиваются в одной комнате. И там игра такая, игра оригинальности, запутанности, оригинальной логики какой-то. Наталкивающиеся, заставляющиеся зрителя или читателя пытаться поймать логическую мысль, загадку. Какого-то убийства, преступления. Мне это было скучно всегда. И поэтому я повторюсь. Я пошел на спектакль только ради того, чтобы доставить удовольствие своей любимой супруге, которая любит детектива Агаты Кристи. Но мое сознание перевернуло. Мои представления о детективах перевернулись. И Агате Кристи. Потому что Владимир Машков сделал прекрасный, динамичный спектакль. Несмотря на то, что он идет больше двух часов. Все время держит в напряжении зрителей. И, что очень важно, они играли очень хорошо. Вся труппа, все актеры играли прекрасно. То есть не возникало ощущения произнести ту знаменитую фразу Константина Станиславского. Не верю. Как раз это было все очень достоверно. Именно так, как это делали в жизни. И с юмором. Каждый персонаж делал какие-то юмористические фразы, какие-то юмористические движения. Все было не наиграно. Очень хорошо. Повторюсь, я отметил трех актеров. Сергей Угрюмов мне давно нравится. Отличный актер. Владислав Миллер. Молодой парень, который хорошо играл и в «Ревизоре», и в «Матросской тишине». Великолепно он сыграл главные роли. Но вот Евгений Миллер. Я не знаю, родственники или не родственники. Но мне очень понравилось, как он сыграл. Но больше всех мне понравилась Алена Лаптева. Вроде бы как актриса, без всяких приставок. Там заслуженно народная. Но она играла великолепно. И с юмором, и очень живо. Я ей просто аплодирую. Во, класс. И мне понравился, как играл дворецкого Игорь Петров. Тоже без всяких приставок. Человек, но классно сыграл. Мне очень понравилось. В общем, спектакль классный. Я еще раз говорю, я получил удовольствие и рекомендую всем людям, которые любят театр, любят детективы, сходить на этот спектакль. Это такое прекрасное прочтение. Особенно мне понравилось, как он разбавлял вот это драматическое действие, драматургию. Десятью индейцами, которые забегали, размалеванные под черепа, под скелеты и плясали в таком красно-черном свете. Это было очень красочно и очень хорошо. И придавало динамику, и разряжало вот эту драматургию. И уплотняло и делало более яркой. Мне понравилось. Очень хорошо. Ой, очень хорошо. Вот так. И самое главное, я аплодирую Владимиру Машкову еще раз. Я повторюсь, я смотрел вот три спектакля. Матросская тишина, это был первый. Второй, Ночь в отеле. И номер 13D. Все разноплановые. Там трагедия. Ночь в отеле такая трагикомедия. 13D-комедия положений. Везде он проявлял режиссерское мастерство. Правильно задавал темп. Правильно подбирал актеров. Великолепно. Правильно выстроены, грамотно выстроены мизансцены. Все очень динамично. И здесь в очередной раз, я убеждаюсь, это очень талантливый человек. И как актер, и как режиссер. Вот такой режиссер. Классный. Просто класс. Владимира Машкова, мои аплодисменты. Вот такое режиссер. Мысли вслух, точные и честные. Мысли вслух, о том, о сём. Интересны мысли, если сказаны Молощуком. Молощуком.